Доброе время суток! С вами Михаил Юрьевич Филоненко. Конкретно говорю вам о некоторых вещах, которые хотел сказать раньше, но не говорил. Дело в том, что вот сейчас был саммит G20, и конкретно были встречи, конечно, у Владимира Владимировича Путина были встречи с разными лидерами, но с Китаем особая дружба, с Китаем особая дружба, особые отношения. И это не даром. Вы понимаете, в чем дело? Так сложилось на звездной стезе, на Млечном Пути, что по развитию астрономических познаний Китай в древности, в древности даже, намного опережал другие страны. Сейчас это мы видим и в натуральной жизни, в той политике, которая ведется. То есть сейчас Китай, конечно же, это мировая дружба. В результате длительных наблюдений за небесными светилами, примерно за тысячу лет до нашей эры, китайские астрономы очень точно вычислили продолжительность лунного месяца и солнечного года. На этой основе были сначала созданы луны, а впоследствии и луно-солнечные, и солнечные календари. Одновременно с астрономическими календарями в древней Китае сложилась так называемая циклическая календарная система. Позже она стала популярна также в Японии, Вьетнаме, Корее, Монголии и других странах Юго-Восточной Азии. Но сперва все это сложилось, сперва сложилось это все. В Китае, мы друзья Китая, мы, скажем так, нас очень часто приглашает к себе господин Джен Джиган. Это здесь очень сильный представитель Китая в Санкт-Петербурге. Директор российско-китайского бизнес-парка. То есть Китай не просто государство, которое, вы знаете, астрологически, вот мы все говорим, очень многие вот и мужчины, и женщины, мужчины-астрологи, женщины-астрологини, они говорят об астрологических каких-то особенностях, которые сейчас есть в мире. Но я говорю о том, что вот как завязать бизнес, как бы сделать этот бизнес, как бы это связать, как бы это сделать, сделать так, чтобы бизнес, бизнес вел бизнес за собой, как поезд вел какой-то состав за собой. Вот Китай является локомотивом, то есть он является именно, вот то, что мы называем поездом, поезд, который ведущий составы за собой, не один состав, а составы. Поэтому вот я вам говорю, здесь не просто знаки зодиака, как вот мы привыкли, 12 знаков зодиака, там вот, а некоторые мне астрологи говорят, а нет, а есть и 13, они насмотрелись фильмов, говорят, что есть 13 знак змеи носит. Мы это всегда знали, да не 13, их намного больше, потому что есть зороастрийская, скажем так, астрологическая школа, и там намного больше всего это, поэтому нельзя это все, тут надо говорить о другом, о том, что, скажем, такая страна, как Китай, она взяла на буксир очень многие школы, и восприятие времени, вот, на протяжении многих веков, восприятие времени изменилось, создавая устойчивые образы и влияя на модели поведения людей. То есть сейчас человек может быть, допустим, рожденный под знаком змеи, а у него могут быть, проявляться функции и льва, и, скажем так, и человека, рожденного под знаком тигра, и, допустим, вот, скажем, с повадками льва, и, может быть, он быть рожденный под знаком кролика, как вот странно, да, кролика-кота, но одновременно у него будет коварство Скорпиона, или у нее будет коварство Скорпиона, я недавно встречал такую женщину, и вы знаете, я вам даже хочу сказать, а она очень сильная, известная астрологиня, но я не буду выдавать ее имя, мы с ней дружим, она в Москве, вот, я тоже бываю в Москве очень часто и делаю прогнозы, прогнозы политикам. Сейчас почему идут не только политикам, но и бизнесменам, тем, кто делает какие-то, может быть, очень, вот уже сделал определенный шаг, закрепились на какой-то они площадке, но им нужно выше, им нужно поднятие, им нужна пирамида, причем не простая пирамида, а усеченная пирамида, так, чтобы они закрепились вот здесь, на плата толерантности, на плату, потому что вот с такой пирамидой, согласитесь, если вы будете на верхушке этой пирамиды, вы упадете очень сильно, то есть здесь одна точка, всего лишь одна точка, одна-две, а вот здесь, здесь много точек, и вот здесь, когда вы закрепитесь на вот этой, на вот этой пирамиде, вот, вот эта вот усеченная пирамида, Это будет ваша плата толерантности. Это будет то, что вы будете, ну скажем так, к вам будет толерантна жизнь, и вы будете к жизни толерантны, и вы будете получать от жизни все то, что вы хотите. То есть, когда вы будете на усеченной пирамиде, на пирамиде ацтеков. То есть, здесь идет и, конечно, древнеиндейские учения. Но все равно китайцы это все знали. Вот у них все это есть. Почему у них все это есть, и вот эти усеченные пирамиды тоже у них есть, и пагода у них есть. То есть, чтобы вот так, чтобы энергия собиралась именно в виде капелек дождя, в виде каких-то, может быть, туманов, чтобы она собиралась. То есть, здесь в Китае есть все. Здесь, скажем так, есть очень большая совместимость. Почему у китайцев очень большая совместимость. Здесь главные характеристики и атрибуты всех знаков, они как бы собраны почему-то. Вот как мы не любим, да, мы в России так не любим. Мы любим все, вот, ну, так сказать, ну, какие-то деления. А здесь все собрано как бы вместе. И одновременно... Почему некоторые люди, если вы стали замечать, некоторые люди включают в себя характеристики двух, трех, пяти, шести, а то и всех знаков зодиака. Вот почему так? То есть, вот невозможно понять, как мне одна женщина говорит, что я там изучала своего супруга, а получилось, что он совершенно другой. Или мне, наоборот, мужчина говорит, очень деловой, что я вот все, изучал все характеристики, приглашал психологов, астрологов, дипломированных вот таких вот психоаналитиков. И они вот дали характеристики, что она не совпадает. Михаил, а как вы можете это объяснить? Чем вот вы можете? Назовите мне рациональное и иррациональное. И вот я делал для... и делаю сейчас прогнозы для некоторых руководителей. Там есть у меня и рацию, и иррацию. То есть, это имеется в виду, что... Вот делаю прогнозы какие? У них есть штатные... Три психолога есть у него штатных. Потом есть начальник отдела кадров, тоже психолог прекрасный. Все прекрасные люди. Но он от всех берет эти характеристики. Но мои характеристики и рациональны, и иррациональны. Он берет, и потом, скажем так, они иногда не совпадают с теми мнениями, которые вот... кто у него работает в штатном режиме, вот эти психологи. Вот эти характеристики не совпадают. И что получается? Что он или принимает на работу этого исполнительного директора, или не принимает его. То есть, вот в чем дело. И очень часто даже не принимает. То есть, он прислушивается к моему мнению. Не потому, что я такой авторитетный. Потому что я пользуюсь, я еще раз повторяю, не просто психологией, не просто психоаналитикой, но также иррациональными техниками. Какими? Конечно, естественно, на камеру я об этом говорить не буду. Но если кто-то ко мне обратится, то, пожалуйста, обращайтесь. Это не по телефону, это надо в частном порядке. Вы можете меня найти в интернете Михаила Юрьевича Филоненко. Именно надо набирать так. Вот Михаил Юрьевич Филоненко. Тогда вот у вас будут выпадать все самые главные, скажем, характеристики обо мне. Конечно, в интернете они не могут быть незамутненные, потому что вы понимаете, что там очень много конкурентов. Но вы знаете, я к ним отношусь. Я не боюсь никогда конкурентов. Почему? Потому что, я думаю, вы разберетесь и все равно придете ко мне. Потому что именно для деловых людей я делаю деловые прогнозы, делаю сильные. Не просто прогнозы, а то, как по тому или иному эпизоду, вот, допустим, мне дается эпизод, человек звонит мне по телефону, и он выдает какой-то эпизод, который у него в жизни произошел. Вот я советуюсь на каждый день по тому или иному эпизоду. То есть я не говорю в общем, допустим, что характеризует, допустим, человека, рожденный в год тигра, допустим, и под знаком рыбы, допустим. Нет, не так мы говорим. Не так я рассуждаю. А я даю по каждому отдельному эпизоду характеристику. Астрологическую, значит, потом даю характеристику, если я вижу, если у меня есть данные, вот, значит, характеристику хиромантии. То есть я смотрю руки того или иного человека. Вплоть до того, что мы... Я иду на то, что сказать руководителю организации, что дайте пустой лист человеку, пусть он оставит на нем свои отпечатки пальцев, свои отпечатки ладони. Ну, так это, знаете, это делается, ну, скажем, ненарочно. Вот. И потом я вижу, потом, когда я их проявляю, я вижу, что по отпечаткам пальцев, что это за человек, по отпечаткам ладони, что это за человек. То есть я конкретно, скажем так сказать, влезаю вглубь человека и даю о нем характеристику. То есть очень четкую характеристику хорошую. Не просто по его данным. То есть вот эти данные, которые приводятся там о человеке в интернете, какого года он рождения, какого числа, знаете, это меня вообще не интересует. То есть это в интернете меня не интересует. Меня интересует ладонь человека, меня интересуют пальцы человека, фаланги человека. Вы видите, как я держу свои руки, наверное, понимаете, что интересует именно, скажем так. То есть характеристика Хироманта. Вот я делаю, так как Хиромант четвертой ступени, я владею этим. Но плюс накладываются разные другие астрологические уже характеристики. Дальше накладывается уже, может быть, какая-то даже биометрия человека. То есть вот это вот и есть биометрия. Почему берут вот этот на биометрический паспорт? Почему это берут на биометрический паспорт? Потому что вот это и есть, что говорит о человеке. Вот это то, что правильно говорит о человеке. Почему это уже признано международным сообществом. Продолжаю тему развития, скажем, таких вот, то, что вот интересно, что нам дал Китай. Вот это все нам дал Китай. Плюс графологический характеристик человека. Если человек напишет что-то вот почерком своим, я смотрю на это. То есть я делаю несколько, скажем, несколько характеристик человека и это уже выдаю руководителю или главному бухгалтеру. То есть кто, вот скажем, в данный момент заказывает мне, скажем, вопросы, заказывает эти вопросы о человеке, о принимаемом на работу человеке. Или в отделе кадров это делает. Но обычно это делает главный руководитель. А все остальные люди помогают. Так что смотрите, пожалуй, может быть, кому-то в частном порядке это интересно. Есть очень много людей, которые хотят о себе узнать в частном порядке. Приходите ко мне в специалист. Я работаю не просто так. Я не выдумываю о себе. Дело в том, что я врач, врач высшей категории. У меня шесть медицинских специализаций, специальностей. Поэтому, помимо всего прочего, еще и внутренний дар. Внутренний дар хироманта, внутренний дар астролога. И, естественно, учился и по этим оккультным наукам. Поэтому, пожалуйста, заказывайте мне о себе какие-то, скажем, гороскопы. Заказывайте о себе какие-то, что вы хотите узнать, какие-то вопросы. И мы с вами побеседуем. С вами ваш любимый Михаил Юрьевич Хиломов. Надеюсь, что любимый. Если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, лайки. Я буду очень признателен. Разрешено комментировать это видео. Пожалуйста, делайте это. Спасибо всем большое. До свидания. Все, до свидания.